Всем привет! Я Уфенок, игрок сборной России по FIFA. Сейчас мы находимся в Питере, и здесь проходит наш буткемп. Погнали, посмотрим. Ну вот наша арена. Здесь, в принципе, очень много места. Созданы все условия для нас. Мы тренируемся, играем, чувствуем себя отлично. Это наш первый буткемп для FIFA. Первый наш опыт мы в прошлом году планировали уже, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы. В выходные мы играли в Викинг Лигу, ребята гуляли по городу, у них была культурная программа. С понедельника у нас начались товарищеские матчи. Приехали сюда, в Санкт-Петербург, поближе к Европе, в поисках лучшего коннекта, который для FIFA. То есть это наиболее важный фактор, собственно, от которого мы и начинали отталкиваться при организации этих сборов. Мне кажется, эти сборы – это какой-то новый опыт для всех нас, и для Роберта, и для меня, в первую очередь. Потому что, ну, там у нас есть SPA, условно, у нас есть там тренажерный зал. Все в доступности, и в плане арены вообще нет никаких вопросов, да, то, что все близко, все хорошо. Насколько это там поможет, не знаю. По сути, самое главное – это там монитор, приставка и джойстик, да, и просто сидеть, играть. Новая арена для нас не совсем новая площадка. Здесь часто проводят соревнования по пляжному футболу, поэтому мы знали, какая здесь инфраструктура, и могли рассчитывать как раз на полный функционал. Где здесь была у тебя ошибочка? Здесь уже просто тыкало там. Ну да, здесь это уже следствие, то есть вот то, что довел до этой ситуации один в один, давай посмотрим. У нас с тренером довольно все обычно, в принципе, разбирали вчерашние игры. С Мальто еще так, как-то вкатывались, а с Турцией уже было прям хорошо, мне кажется, и их довольно качественные матчи сыграли. Когда ты раскликанный, да, когда ты в игре, ошибки именно, ну, лучше видны, да. По эмоциональности, по тому, как он реагирует, есть игроки, которые заводят себя специально и очень эмоционально проводят турнир с первого матча. Мы, естественно, знали о том, что наши игроки не такого формата, да, они более спокойные, более сдержанные. У нас очень хороший контакт именно с Робертом, и мы видим, как будто, когда у кого-то что-то не получается, как поддержать, знаем, и где поддержать, да, как там подбодрить или наоборот, где-то там чуть упрекнуть, сказать, как там не надо делать. Душа, альба жесткий. Вторая. Может поменять сейчас схему на второй тайм. На сборы обычных футболистов, наверное, не похожи. Там пожестче в плане нагрузок. У нас нету пробежек в 7 утра, у нас нету работы большой на физику. Хотя вот ребята в зал сходили, и надо было видеть, как они заходили потом на нашу арену после тренажерного зала. У меня было какой-то физической активности на протяжении пару месяцев, то немного там мышцы забиваются и побаливают после этого. Сегодня просто решили размяться, потому что оба, я и Роберт, играем в футбик. Многие киберфутболисты пришли из футбола, и если там посмотреть на нынешний топ России, то, наверное, почти все играют. Может, есть какие-то исключения, там, 2-3 человека, которые особо никогда мяч в ноги, грубо говоря, не брали. Это же, по сути, тренерское мышление, так или иначе, и это помогает в любом случае, если ты играл, если у тебя был опыт. В любом случае ты хочешь наиболее простую группу для себя, потому что твоя задача – это просто выйти из группы и пройти на финальную часть. И чем легче тебе будет, тем лучше. Я слышал интервью Роберта, он сказал, что лучше, конечно, чтобы была легкая группа. Мне в целом без разницы, я довольно спокойно относился к жеребьевке, какая бы она ни была. Ну, если ты хочешь выиграть, то ты должен, наверное, обыграть лучших. Да, там есть Португалия, Испания, Италия, сильные команды, но ничего, мы тоже не пальцем деланы и постараемся выложиться. Прогнозы, допустим, вообще делать как-то бессмысленно, потому что мы можем, мне кажется, занять и первое место, и восьмое, так же и любая команда в группе, потому что плюс-минус, мне кажется, что все на равных, и важно встать, наверное, с той ноги конкретно в день игры. Условно 80% состава уже я определил для себя, так же, как, наверное, Андрей. И остается вот там 2-3 позиции, которые, может быть, даже не такую большую роль будут играть. Я думаю, в игровой день, когда мы проснемся, почувствуем что-то внутри, может быть, какой-то зов в сердце. И да, тогда мы поймем, кем будем играть.